осуждение начинается с превозношения внутри тебя болезнь язвы сидит который вечно тебе не дает быть счастливым ведь осуждение но мучает того кто осуждает пачка почему всем нравится осуждать вот оставляет такое удовольствие ты чувствуешь какой ты хороший осуждение может быть заразительное избегая кропотников это очень заразно осуждение лишает человека благодати это вор который приходит и воруют из нашего сердца христа нужно найти в себе силы грубо говоря дать вот может быть подруги сестринского леща наша духовная борьба это это не фитнесом позаниматься это действительно бой бой до крови не на жизнь а на смерть здравствуйте в эфире программа спасайся кто хочет и с вами павел лотария и дарья хромова мир дому вашему друзья в преддверии великого поста мы решили поговорить о таком казалось бы не очень страшным и повседневном грехе как осуждение но если мы задумаемся мы ведь все осуждаем ежедневно если не словом то в мыслях но мы даже не представляем себе какой я для нашей туши то есть себе грех осуждения так что происходит с нашим сердцем когда мы осуждаем и как пост может помочь бороться с этим грехом спросим сегодня у нашего гостя клерика прихода в честь святого князя владимира на правом берегу города калуги и ирея ильи потемкина и рей илья потемкин священник прихода в честь святого равноапостольного князя владимира на правом берегу города калуги также служит в храме при детской городской больницы, окормляет военнослужащих войсковой части в Калуге, посещает с духовной и гуманитарной миссией воинов, находящихся в зоне СВО. Отец Илья проводит духовные беседы в школах. В храме каждое воскресенье после службы проводит занятия по изучению Евангелия. Окормляет центр «Материнский ковчег» для женщин с детьми в трудной жизненной ситуации. Отец Илья женат, имеет троих детей. Отец Илья, здравствуйте. Батюшка, здравствуйте. Благословите. Благослови Господь нас всех. С Богом. С Богом, батюшка. Рада вас приветствовать в нашей студии. Вот осуждение. Если мы говорим что-то про другого человека плохо, мы понимаем, что это осуждение. А с чего оно начинается? Оно с мысли начинается, с сердца, с помыслов. Вот с чего начинается этот грех? Осуждение начинается с превозношения. Осуждает другого тот, кто очень большого мнения о себе, кто забывает о том, что он сам грешит, что он сам несовершенен, что без Бога он сам слаб. И поэтому он легко осуждает других. Никогда не осудит человек сам упавший, кому кто помнит о своем грехе, помнит о своем несовершенстве, он никогда не осудит другого. Он знает, как это больно, как это тяжело бороться со своей страстью. Поэтому осуждение не появится. Когда у нас появляется осуждение, это как вот такой сигнальчик самому себе. Я превозношусь. Я думаю, что я лучше других. Я забыл о том, кто я на самом деле. Батюшка, а осуждение – это именно слово или это даже сама мысль? Эти грехи, мысль и слово, осуждение, они равны или в большей что-то степени, что-то в меньшей? Осуждение, в первую очередь, оно как намерение внутри нас, но как помысл. А в какой форме оно появляется? В слове? Или, может быть, вы на супругу так посмотрите, что она все поймет, что вы ее осудили? Или теща на тебя так взглянет, и ты все понимаешь, что она о тебе думает? То есть достаточно можно и без слов дать человеку понять, кто он и что он. Поэтому тут это уже форма, это второе, скажем так, в чем она выражается, в какой форме. А в первую очередь, страсть, она внутри созревает. Когда мы осуждаем лично, мы понимаем осознанно, что это грех. А бывают же такие ситуации, когда мы находимся в обществе или находимся с каким-то человеком, который осуждает. Ну, чтобы не быть голословными, давайте приведу пример. Моя подруга разводится, муж ей изменил. Они сейчас находятся в состоянии бракоразводного процесса. Ей нужна моя поддержка, помощь. Естественно, у нее будут точно какие-то помыслы, осуждения в отношении своего бывшего мужа практически, потому что ей изменили, ее предали. И вот сейчас ей нужна моя поддержка. Просто вот в плечо поплакаться. Но по сути, когда я с ней, мне ее жалко. Я же тоже осуждаю ее, почти бывшего мужа, за то, что он с ней так поступил. А вот здесь все-таки, в такой ситуации, это проявление любви к ближнему или я тоже участвую в этом акте осуждения? Ну, здесь участвуете вы в этом акте осуждения или нет, это уже другой вопрос. Это зависит уже, это вы сами себе можете внутри сказать. Осуждаете вы, не осуждаете. Мне кажется, если в острой фазе, когда вот этот происходит, когда она в острой фазе этого момента, этого переживания, этой боли, этого удара, то, наверное, ей нужно не важно, что она говорит. Мы же не смотрим, когда люди в экстремальной ситуации, какая-то случается катастрофа, там экстренная психологическая помощь им нужна. Не важно, что они говорят, им нужно помочь. И обращать внимание на их слова, какие-то обидные, может быть, слова, но не стоит. И здесь вот важно побыть с ней, действительно поддержать ее. И я думаю, это не будет грехом осуждения, если она в этот момент будет активно осуждать своего бывшего мужа. Как бы вы не будете здесь соучастником. Если я буду молчать при этом, да? Ну, да. Ну, может быть, вы что-то ей скажете из какой-то слова поддержки. Ну, наверное, молчать индивидуально каждый раз это будет. Универсального здесь нет ответа, как что сказать, как сердце подскажет. Но если это, грубо говоря, на протяжении продолжительного времени, полгода, год, пять лет, она все не может, она все продолжает жить этой осуждением его, ну, наверное, это уже ей самой жизнь портит, мешает. Как? Ведь осуждение, оно мучает того, кто осуждает. Ты не можешь избавиться от этой... Внутри тебя болезнь, язва сидит, которая вечно тебе не дает быть счастливым. Осуждение, оно мучает самого того, кто осуждает. Может ли назвать себя человеком счастливым, у которого мир на душе, покой, если он при этом ходит и всех осуждает? Ну, конечно, нет. Мир и покой, и счастье на душе у человека, который ни на кого не злится, ни на кого не осуждает. Поэтому от осуждения избавиться, это вот, ну, даже вот в таком в простом варианте, если ты хочешь быть счастливым, тебе надо избавиться от осуждения, нужно отпустить, простить. А меня, знаете, сейчас сразу такой вот вопрос еще созрел. А если вот подруга, как вы говорите, уже много лет, да, плачет за тебе и плачет, вот что, ну, то есть не может пережить эту ситуацию, а ты ее, ну, казалось бы, из любви к ней, да, как бы слушаешь, слушаешь и говоришь, ну, например, ну, да, да, вот он неправильно поступил. Это вот, ну, в очень, скажем, идеальном варианте. Да, чаще всего, конечно, женщины говорят другое немножко, да, про бывших мужей и подруг. Вот. Мужчины тоже. Я даже не сомневаюсь. Но вот в этом случае осуждение может быть заразительное? Это может быть тот грех, который как бы вот, как грипп передается другому человеку? Ну, вот вообще, да, опасность в том, что ропот, что по-другому можно назвать, все время быть чем-то недовольным, оно заражает других. Осуждение, оно заражает, да, когда мы... Ведь, да, если ты кого-то осуждаешь, человек начинает вместе с тобой осуждать. Ведь это нужно же взять и тебе сказать, остановись, не осуждай. Нужно найти в себе силы, грубо говоря, дать, вот, может быть, подруге, если она уже не первый год осуждает, не может от этого избавиться, нужно дать ей сестринского леща. Остановись, подруга, ты хочешь быть счастливой? Все, пусть он себе... Пусть Бог его судит. Оставь это. Все, отпусти его. Скажи, Господи, я все, отпускаю ситуацию, ты сам его суди. Я не буду здесь разбираться. Тебе виднее, ты все больше про него знаешь. Но вот опасность ропота, почему святые отцы говорят о том, что избегай ропотников, это очень заразно. И ты, вроде бы, ты недоволен человеком или какой-то ситуацией, и это начинает, как раковая опухоль, распространяться на всю жизнь. И на всех твоих родных и близких, кто тебе не скажет, брат, остановись, хватит роптать. Он тоже начинает этим заражаться, тоже начинает роптать. Это очень заразно и очень опасно, да. Батюшка, а почему святые отцы вот именно грех осуждения, вот казалось бы, ну подумаешь, даже ладно вслух, в мыслях осудил, считается демоническим состоянием? Почему такие страшные диагнозы, скажем так, страшное клеймо на этот грех? Ну, уже потому, что от него тяжело избавиться. Ведь, заметьте, осуждение к нему относится так, не придают очень часто, даже вот воцерковленные люди, входящие в храм, не придают этому такого важного значения, греху осуждения. Оно как бы повседневное такое. Ну, все осуждают, и я осуждаю. Знаете, как люди не воцерковленные, когда ты им скажешь о том, что отношение вне брака – это страшный грех, это блуд, это смертный грех, а они как бы покрутят тебя в верстка, ну что за глупость, как бы. Так вот, в нашей среде к осуждению так относятся, как-то вот поверхности, это вот… А это не так. Осуждение лишает человека благодати. Мы стремимся к Богу, хотим с Ним соединиться, стяжать благодать Божию, быть миром, чтобы у нас в душе был. Но вот мы проникает это осуждение, маленькое, и мы все теряем. И глупо не относиться к этому серьезно. Осуждение – это вор, который приходит и ворует из нашего сердца Христа. Мир и любовь. Первый из ангелов, который был рядом с Богом, Деница, он же возгордился. А вот он, получается, осудил Бога, вот как, вроде бы, был бы ангелом, жил с Богом рядом, он вот такого. То есть что первое было – осуждение, либо гордость? Превозношение. Превозношение? Превозношение. Человек возомнил себя кем-то, и тогда он начинает легко осуждать других. А в нас тогда, получается, тоже через гордость, да? Точно так же и в нас. Сначала мы превозносимся, забываем о своем несовершенстве, о своих проступках, себе все легко простили, возомнили, что я все могу, я самый умный. Кто осуждает других? Кто-то считает самым умным, самым сильным, здоровым. А когда ты понимаешь реальное свое состояние, когда ты в состоянии смирения находишься, то есть осознаешь, кто ты есть на самом деле, ты никогда не осудишь другого. Если мы объективно вообще о духовной жизни говорим, если даже тот человек, который делает тебе зло, ну ты, ну явное зло, скажем, безнравственное, вот любой поступок, у тебя это надо до такого состояния дойти, чтобы сказать, ну, все мы грешны. То есть как с этим? Я думаю, здесь просто уже уровень святости, да. Это как... А человек сам такого уровня не достигнет, это дар Божий. Как вот любовь на таком уровне, чтобы можно было простить какие-то серьезного грешника. То есть когда Христос был на кресте и сказал, «Простим, Господи, ибо не ведают, что они творят», мы так же должны с каждым человеком на дороге, ну где угодно, с соседом. Ну это же... Ну в общем-то да. Мы же, если мы христиане, мы идем за Христом. Мы должны делать так, как делает Христос, как Он учит. Понятно, что... Ведь нужно понимать, что когда Христос это говорит на кресте, Христос говорит это искренне, а не формально. Мы зачастую можем, да, залицемерить, но может быть даже это лучше, чем осудить вслух. Но внутри себя мы понимаем, что мы этого человека, вот он совершает какой-то страшный поступок. Мы, может быть, формально и скажем, что все мы грешные, а внутри осудим. Ну вот чтобы у нас внутри этого осуждения не было, это уже Божий дар. Это вот стяжать благодать Божию, возрастать в этой любви ко Христу. Но надо к этому стремиться, не осуждать. Когда к нам приходит какой-то помысл, осуждение, нужно тут же встрепенуться и сказать, Господи, прости, что я делаю? И про себя молиться. Один из верных способов суметь отпустить обиду на другого человека, это начать о нем молиться. Чтобы Господь его спас. Ну просто вот, вы меня обидели, я про себя думаю, Господи, прости его, пожалуйста. Ну, я имею в виду искренне молиться. Это поможет нам освободиться от этой боли и от осуждения. Но еще раз повторюсь, осуждение – это признак нашего превозношения. А дальше уже вот превозношение, гордость, гордыня. Но она везде подмешивается, гордыня. А знаете, у меня еще такая идея возникла. Вот Павел привел пример, да, вот что-то плохое сделали, безнравственное в отношении тебя, тебе свойственно осуждать. И вот сразу вопрос. Ты всегда сначала это словесно выражал, но потом начал как-то вот работать с собой, молиться и с Божьей помощью. Ты уже это словесно не выражаешь. У тебя это только в мыслях. Это будет являться каким-то духовным сдвигом? Или пока это вообще себе не искоренишь? Только тогда это будет сдвиг. Ну, конечно, это уже будет сдвиг вперед. Конечно. Конечно, это не идеальный вариант, да. Идеальный вариант, когда кто-то что-то делает, а у нас ничего внутри даже не шевелится осудить. У нас любовь. Если мы... Ну, вот Серафим Саровский встречает людей и говорит, Христос воскресе, радость моя. Но кто из нас может искренне, так сказать, незнакомому человеку? Вот формально мы можем это произнести, но так, чтобы это действительно от сердца лилось, ну, это уже уровень святости. Но в любом случае, это сдвиг. Если человек хотя бы перестал вслух ругаться, в себе молчит, то уже, что мы с супругой поссорились, да, к примеру. Ну, если мы начинаем высказывать друг другу претензии, как бы вслух в раздражительной атмосфере, это ведет к большему конфликту. Ну, по своему опыту я знаю, закрылся, помолчал, помолился про себя, перетерпел эту внутреннюю боль, это внутреннее нестроение. И она точно так же. И все прошло. Это, знаете, это как вот с пожаром можно сравнить. Вот осуждение. Загорелся какой-то маленький огонек, его, казалось бы, на него дунь, и он затухнет. Но если ты начинаешь говорить, начинаешь высказывать, ты можешь подкидывать дрова вот этот огонь, в итоге этот маленький, маленькая спичка может превратиться так, что спалит все здание, всю семью, весь дом. Поэтому очень важно один из способов, просто закрыть рот, набрать воды и про себя молиться. И вот эта внутренняя боль буквально за несколько часов может отступить. А если ты начнешь говорить, то это может вылиться не просто на неделе, на месяц, это может вылиться вообще в разрыв полный. Казалось бы, вот закрой рот на час-два, молись про себя, и все. Практический совет для врачующихся. Это точно. Батюшка, вот в Великий пост скоро будет звучать молитва Ефрема Сирина «Господи, Влатыка, живота моего». И там есть такая строчка «Даруй мне зрите мое прегрешение, и не осуждайте брата моего». И вопрос сразу такой вот. «Брат мой» для христианина – это кто? Это любой человек или это именно тот, который брат во Христе? Я думаю, здесь вопрос терминологии, если вы спрашиваете. Ну, наверное, брат во Христе, а по-хорошему для христианина он к любому человеку должен относиться как к брату. Независимо от веры больше. Почему такой вопрос? Потому что мы, христиане, на самом деле очень грешим вот таким вот неким фарисейством или осуждением иноверцев, либо неверующих атеистов, либо тех, у кого Бог в душе и так далее. Вот каким образом здесь нужно духовно возрастать, чтобы этого не было? И откуда в нас берется это нетерпение к неправильному, на твой взгляд, пониманию веры и Бога, в которого ты веришь? Я думаю, серьезная проблема у нас, как у православных христиан, это превозношение вообще над всеми. И это мешает, чтобы нас услышали, мешает нашей проповеди. Естественно, когда мы подходим к человеку и начинаем свысока ему рассказывать о Боге, о любви, о вере, а мы это часто делаем именно свысока, это не возымеет никакого положительного результата. Брат во Христе он или не брат, иноверец или нет, это не имеет значения. Мы ни над кем не должны перевозноситься. Ведь я когда-то был невоцерковленным человеком, да, меня крестили в детстве, но в храм пришел в 22 года. Я знаю, что такое быть неверующим подростком, неверующим студентом, не знать заповеди Божьих. И как вот я сейчас священник могу, это будет таким лицемерием, если я буду превозноситься над подростками и студентами, которые не знают Бога, я буду думать, какие они нехорошие люди. Но я таким же был. Может быть, эти юноши, девушки, через 10 лет придут в храм, так же, как я, придут в храм и станут намного лучше меня. Откуда я знаю, Господь, как их спасет? Превозношение не имеет значения над кем? Над любым человеком. Инноверится он или собрат. Зачастую к христианину, к собрату, но он больше ответственности несет за свои поступки. Он знает, как нельзя делать. Тот не знает, как нельзя делать. Он элементарной инструкции у него, грубо говоря, нет. А здесь человек знает, как делать, знает, какую ответственность несет и грешит, но он вдвойне тяжкий грех совершает. Это индикатор того, что я впадаю в гордыню, тщеславие, самомнение. Я забываю, кто есть. И, как правило, выход из этого – только падение. Падение, когда ты вновь осознаешь, кто ты есть на самом деле без Бога. А падение должно быть именно таким же, как человека ты осудил? Либо у осуждения есть какое-то… Есть такое мнение, что в чем другого осудишь, в том сам и падешь. Это такое правило в какой-то степени часто соблюдается. Но оно не ко всем применительным, даже к людям невоцерковленным. В чем отличается невоцерковленное от воцерковленного человека? Как мне кажется, может быть, это так поверхностно. Невнимательностью к своей духовной жизни. Невнимательностью к своим мыслям. У меня были ситуации, знаете, когда меня поразило. Ко мне пригласили, вот, человек уже близко к смерти, вот, пригласили его исповедовать, причастить. Мужчина лет 60. Вот я у него спрашиваю, в чем вы согрешили, как вот, в чем хотите покаяться, попросить прощения у Бога. Я ему говорю, да мне в чем особо. Я такой, так, ну ладно, поможем. Думаю, я семейный человек, он семейный человек. Ну, жену обижал. Такой, да нет, никогда. Любой семейный человек понимает, что это не может быть, это невозможно. Но это говорит о невнимательности к своим поступкам, к своим мыслям, к своей жизни. Нужно быть внимательным. Тогда, если человек и не воцерковленный, но внимательно следит за своими мыслями, своими поступками, он может проследить и последствия, к чему это приводит. Вы знаете, у меня такой момент был, вот невоцерковленный я еще был. На футбольном матче. Спартак, ЦСКА. Я болею за Спартак. И, значит, вот идет матч, я переживаю, фанатской трибуне. Наша выходит, там, упорная борьба. 1-0, 1-1, 2-1, наши выходят вперед. И весь стадион начинает, спартаковский сектор, начинает скандировать ненормативную кричалку, ненормативные лексики. И я про себя думаю, сейчас мы за это поплатимся. Вот, может быть, я только начал ходить в храм, как-то задумался. Сейчас, думаю, сейчас нам за это прилетит по шее. И буквально считанные минуты, и нам и ЦСКА сравнивают еще 2-2. Я для себя, я настолько это почувствовал тогда, что вот не надо плохо делать, не надо жевать зла другому, это тебе вернется. Вот я тогда, неуцерковленный человек, это вот мне как-то осенило, как-то почувствовал. Батюшка, а как вот научиться отделить грех человека из самого человека? Два человека осуждают эмоционально поступок человека. А если эти два человека будут не осуждать этого человека, а просто спокойно говорить о его поступке, ну, тем не менее, говорят, ну, человек-то хороший, ну, просто случилось с ним такое. Вот это вот осуждение, или это уже обсуждение, или сострадание даже человеку? Что вот понять эту грань? Я думаю, эту грань может понять только человек внутри себя. Вот ты, когда говоришь про какой-то поступок человека другого внутри себя, ты говоришь об этом поступке или об этом человеке? Это уже такой тонкий момент внутри. Ты только сам, Бог и ты можешь знать. Осуждаешь ты его в этот момент? Ты это говоришь ради того, чтобы принести пользу себе и брату, чтобы он знал, что так делать нельзя, вот на конкретном примере, да? Или ты это делаешь ради своего тщеславия, а я вот так не делаю. Либо внутри себя. Это вот внешне, может быть, не видно, зачем человек это говорит. И в этот момент он осуждает? Или это для духовной пользы, говорится, другого человека? Да, мы должны вот... Ну, это вот тонкий момент, и сложно здесь порой бывает понять. Немножко расскажу вот про свой опыт. И это, ну, такой, скажем, лукавый опыт. Задолго до выцерковления я увлекалась эзотерикой. Там, вселенная вам поможет, вселенная изобильна. И вот как раз-таки там одно из было, да, то есть что не надо осуждать, отделяйте поступок от человека. И меня... Я тогда этому вот действительно научилась, ну, как мне тогда казалось. То есть мне... У меня прям вот была всё время радость души, я не осуждала, вот как-то прям очень чётенько вот так вот по полочкам всё вот раскладывала и не чувствовала отрицательных эмоций по отношению к людям. Сейчас уже мне мой духовник сказал, что, скорее всего, это просто вот, ну, лукавый так всё управил, что через эзотерику ты как бы якобы, да, со своей вот страстью справилась. Потому что как только я пришла в храм, в храме же всё обнажается, и ты сразу, ну, смотришь на себя в зеркало, на себя настоящего. Да нет, ты с этим не справился, ты это не проработал, да, там, какими-то психологическими или эзотерическими способами. В тебе это есть всё равно. Вот, может быть, действительно, вот это вот отделить грех от человека, это немножечко, в принципе, такое, ну, лукавое деяние. В том смысле, что ты осуждая, ты будешь говорить, ну, я человека не осуждаю, я осуждаю только его грех. То есть сам себя оправдывать и самому себе врать, получается. Может быть, как с врачами связать, как пример, да, врач должен назвать болезнь, должен её лечить, должен дать, может быть, неприятное лекарство дать, может быть, даже операцию провести, резать человека, чтобы его спасти. И Господь призывает нас тяготы друг друга носить. То есть мы должны суметь в себе вот найти силы принять человека такой, какой он есть. Знаете, здесь есть опасность, если вот общими фразами про людей говорить, то кто-то может воспринять, что вот кто-то, ну, откровенный абьюзер, там, или абьюзерша, да, и вот он присел тебе на шею, человека мучает, и тут батюшка говорит ему, тяготы друг друга носите. И вот он, значит, будет дальше мучиться, как бы угроза жизни будет присутствовать, да. То есть я думаю, что это не про это. Нужно каждый, каждый случай желательно, как раз индивидуально разбирать, потому что в одном случае так будет правильно, а в другом случае это будет во вред, один и тот же поступок. Но в целом мы должны носить друг друга тяготой и терпеть друг друга, несовершенство друг друга. А когда легко терпеть несовершенство друг друга? Когда ты помнишь про свои. Но как только ты опять же вот забываешь про свои несовершенства, превозносишься, то несовершенство другого человека тебя начинает тяготить, начинает тебя мешать. Думаешь, как так можно? А так, знаете, такой интересный пример, вот у одного священника, тоже слышал в проповеди, рассказывает он, пришла его прихожанка, решила пойти в новый храм, который ближе к дому, и уже физически тяжело далеко ходить. И вот она ему рассказывает, пришла я в храм, и вот села там на лавочку, к ней подходит сотрудник храма и говорит, ну как вам не стыдно, куда вы на чужое место сели? Уйдите отсюда. Но она встала, пересела на другое место. Опять к ней подходит, ну вы вообще совесть имеете? Заняли чужое место. Пришла тут в храм первый раз, и сразу место занимаешь чужое. Уйдите отсюда, пожалуйста. Как это же не осудить? Она пересела на следующее. И снова к ней подходит. И снова, ну как вам не стыдно, чужое место заняли. Давайте отсюда. И вот эта женщина у себя понимает, это мой храм. Это мое испытание. И как только она для себя приняла вот эту мысль, что это ее испытание, у нее вся обида улетучилась. У нее нет обиды на эту женщину. У нее в душе воцарился мир. Она понимает, что это просто испытание, которое ей нужно пройти. Эта женщина, которую прогоняла, она ее тут же вразумила. Это что я делаю с вами? Извините меня, пожалуйста. Но вот как нам понять, превозношусь я, могу ли я терпеть других людей, духовно я возрастаю или нет, кроме как через испытание. Ведь когда нам нужно кого-то потерпеть, это вот испытание, которое либо покажет нам, что мы не справляемся, и мы осознаем свою ошибку, либо мы справляемся и растем дальше. В любом случае плюс духовное для нас развитие. И когда я воспринимаю какую-то вот несправедливость, а может быть, тем более, если справедливо меня в чем-то укоряют, а если несправедливо, но я это принимаю как испытание от Бога, и я понимаю, что, Господи, я должен его пройти. Знаете, вот как отец Дмитрий Смирнов говорил, ну, смиренный вы, ну, ступи человеку на ногу, и посмотрим, насколько он вообще терпеливый, смиренный и все такое. Вот так и здесь нам, образно говоря, наступают на ногу, и дальше мы либо это преодолеваем, либо понимаем, что это наше испытание, и в нас не возникает буря эмоций, осуждений, злоба, да, и растем. Либо вот видим, что есть это в нас, смиряемся, просим прощения у Бога, просим у Него, чтобы Он дал нам сил научиться любить, терпеть. Батюшка, вот прям не могу не спросить это, скажем так, о больном, действительно. Ну, у нас сейчас очень много и православных каналов в соцсетях, и много блогеров, и священников, которые вот проповедуют. А вот как нам, христианам, вот избавиться от осуждения, если вот, ну, на самом деле, на мой взгляд, в 50% случаях вот в этих вот православных каналов есть такая тенденция, говорят все, только православная вера правильная, только мы спасемся. И вот это вот уже есть превозношение вот в плане, ну, нашей, да, вот веры. конечно, нам, мы в это верим, хочется, но когда идет вот такой вот ультиматум, то есть он как-то, ну, мне кажется, влияет на нас, вот, ну, на прихожан, на христиан, которые смотрят это, и уже в голове откладывается, что все, только вот только мы, только мы, только у нас все правильно. Как тогда от этого избавиться, если вот есть такая тенденция? Мне кажется, Богу, чтобы спасти другого человека, нужен только Бог и желание этого человека. Я здесь не готов втягаться с святыми отцами, с богословами, и я думаю, что все-таки надо иметь какую-то чуточку смирения и какие-то сложные вопросы говорить, я не знаю, отодвигать в сторону. И вот, вот, вот это, это не мой уровень, я до этого не дорос, чтобы отвечать на такие вопросы. Кто спасется, кто нет, это только Господь решает. Слава Богу, Господь привел меня в православную церковь. А то, как Господь приведет, у меня такое, знаете, ну, чудо, как-то попал на страничку православного индуса. Из Индии человек. Его Господь привел, там, просто, любой сериал до такого сценария не додуматься. Если про него снимут фильм, это будет, вообще топ. Индус из Индии попадает в Санкт-Петербургскую духовную семинарию, становится священником. То, как он туда попал, это феноменальная история, там, он спасал девушку, там, какие-то вот их обряды, она должна была за кого-то там выйти, а он ее любил, она любила его. И вот он ее спасает, они бегут от верной гибели здесь, бегут в Россию. у него верующий брат, христианин, но, по-моему, англиканин, там чуть ли не епископ англиканский, но он попадает в Питер, попадает, там, каким-то образом, в духовную семинарию, учится, становится православным священником, она становится его супругой, матушкой, и они вдвоем возвращаются в Индию, там создают православный приход, то есть я вот слежу за его страничкой в ВК, он постоянно, его брат старший переходит в православную веру, вот, ну, как, вот Господь берет, он любого человека откуда угодно найдет, казалось бы, как в Индии может появиться православная церковь, или святитель Николай японский в Японии, как в Японии могла появиться православная церковь. Тоже вот для нас очень такое феноменальное отношение, то, как сейчас относятся к православной церкви в одном месте, то, как к святителю Николаю японскому относились японцы в разгар русско-японской войны. Это феноменально. То, как он переживал, он открыл столько приходов, столько, по-моему, 400 тысяч человек крестилось в Японии при святителе Николая японском. Господь кого надо приведет. Вопрос, хочет ли человек, он его откуда угодно найдет. И из Африки, и из Индии, откуда угодно. Патюшка, вот как раз Господь говорил, ибо от своих слов оправдаешься и осудишься. Вот как эти слова понимать? Мы несем ответственность за свои слова. Слово, это нужно ответственно относиться к тому, что мы говорим. Слово можно и оживить человека, и подбодрить его, да, а можно и добить. Хорошо, если человек вообще не разговаривающий вообще по жизни, скажем так, скупой на слово, и никогда никому лишнего не скажет, вообще-то в принципе ничего не скажет, как он будет судиться? По внутренним каким-то критериям? Как он подумал, как он мыслил? Господь судит нас за наше намерение в том числе. Да, то есть мы, грубо говоря, мы можем делать какой-то вроде бы внешне прекрасный, добрый, хороший поступок, а внутри нас намерения совсем не добрые. То этот поступок не будет засчитан. Патюшка, почему всем нравится осуждать? Вот оставляет такое удовольствие, осудилый, ух, Потому что когда ты кого-то осуждаешь, ты чувствуешь, какой ты хороший. И ты так не делаешь, ты такой молодец, и ты вроде бы в своих глазах вырастаешь, но превозносишься. Ты в своих глазах, кому не хочется корону одеть? Все хотят корону одеть. Одел корону, ты такой правильный, хороший. На фоне, на фоне других грешников ты такой прям святой. Знаете, это как две подружки идут погулять. И как бы одна выбирает, которая похуже ее, чтобы на ее фоне казаться красивой. Вот как бы вот так. Когда вокруг нас вот мы осуждаем, чтобы себя почувствовать хорошо, самоутвердиться в своих глазах. Батюшка, апостол Павел говорит, что любовь все покрывает. Если мы не можем покрыть изъяны и недостатки другого человека, что же получается, нам не хватает любви, мы не умеем любить, получается? В общем-то, да. Мы слабы в любви. Как нам научиться любить? Просить у Бога, что Он дал нам этот дар. Дал нам дар любви. Со своей стороны проявлять всевозможные усилия, но тот уровень любви, о котором говорит Господь, это для человека невозможно. Это только Божий дар. И об этом надо просить Бога. А вы имеете в виду, что невозможно без Бога или вообще человеку невозможно достичь вот этого состояния любви при жизни? Для меня очевидно, что без Бога человеку невозможно по-настоящему любить. Настоящую та любовь, о которой говорит Господь, тот уровень высочайшей любви, который мучает Христос, без Бога невозможно. Вот для меня очевидно, что семью сохранить без Божьей помощи невозможно. Невозможно без Божьей помощи друг друга терпеть, недостатки друг друга терпеть. Ну, невозможно. Невозможно сохранить любовь, возрастать в этой любви. Без Божьей помощи никак. Батюшка, вот на следующей неделе как раз начинается Великий пост. Скажите, пожалуйста, почему вот сейчас, именно накануне Великого поста, так важно нам говорить о таком грехе, как осуждение? Почему хотя бы с него стоит начать свой путь? Ну, если ты уже более-менее воцерковленный христианин, осуждение, оно вот, вот это вот тупик, это тупик, который, все, твое духовное развитие в тупике, если ты не борешься с осуждением, если ты к нему относишься с легкостью и не придаешь значения, ты будешь только удивляться. И так можно, наверное, годами ходить в храм и стоять на одном месте, и если ты не борешься по-настоящему не борешься с осуждением, не на словах, а ведь мы в Таинстве Крещения говорим, что воин Христов и наша духовная борьба это это не фитнесом позаниматься, это действительно бой, бой до крови, бой на жизнь, не на жизнь, а на смерть, с самим собой, с своими вот страстями и с осуждением нужно просто вот безжалостно вцепиться в глотку осуждению в себе и уничтожать его. Просто вот бескомпромиссно и беспощадно, да. Не капли, не экономля, не капли сил своих. К себе, к себе относиться вот беспощадно и бескомпромиссно, а к окружающим тебя снисходительно. К себе надо быть требователем, а других вот тяготы носить, прощать и не осуждать. Ну вот как раз таки, когда ты вцепишься в глотку своему осуждению и будешь проливать кровь в этой битве с самим собой, со своими страстями, у тебя даже не возникнет тени, желания кого-то осудить, потому что ты знаешь, как это тяжело, как это невыносимо тяжело, ты никогда не тогда не осудишь брата, который в такой же борьбе находится, потому что сам знаешь, как это тяжело. Отец Илья, у нас прям такой сильный финал получился, поэтому я надеюсь, что и наши зрители, которые посмотрят эту программу, тоже примут такое решение побороться с грехом осуждения. Благодарим вас за беседу. Спасибо, Господи. Спасибо вас за приглашение, всем желаю Божьей помощи и бескомпромиссно бороться своими страстями и стяжать любовь Божию в своем сердце друг к другу, просить у Бога этой любви и всем мира и счастья. Благодаря Господь у всех. Спасибо. Аминь. А мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня был Ирей Илья Потемкин в программе «Спасайся, кто хочет». Субтитры подогнал «Симон»